Всем привет, друзья! В последнее время мне часто пишут и спрашивают, кто такой эктоморф. Хоть я уже видео и снимал по этому, но пишут, что не особо понятно. И сегодня я разберу подробно все характеристики эктоморфа, плюсы и минусы эктоморфа. И, собственно, почему я сижу раздетый, потому что, если вы не знали, то я эктоморф. Перед вами наглядный пример чистого эктоморфа, который занимается 10 лет. Итак, не будем тянуть, начнем. Первая характеристика – это плоская грудь. Как видите на моем примере, у меня грудь не выпуклая, она довольно плоская. Второе – это очень тонкие кости. У эктоморфа кости где-то от 15 до 17 сантиметров. Лично у меня запястье 15 сантиметров. Третье – у эктоморфов очень длинные руки, ноги, шея, короче, длинные конечности. Я мерил со своими сверстниками, у них конечности гораздо короче, чем у меня. Ну как гораздо, где-то на пол пальцев вот так. Следующий интересный факт – у эктоморфов часто торчат ключицы. Я замечал это очень часто, даже у огромных качков, эктоморфов, которые сидят на химии, у них огромные мышцы, но ключицы все равно торчат. Такая вот особенность у эктоморфов. Но это не у всех, конечно. Еще нужно сказать, что у эктоморфов обхват груди, талии и бедер примерно одинаковый. Профиль фигуры у них такой буквой Н, знаете. То есть он особо никак не выделяется, все края у нас по телу примерно симметричные. Также у эктоморфов не бывает огромных широких плеч. У них обычно узкие плечи и также грудная клетка обычно очень узкая такая, очень компактная. Видите, у меня то есть не огромные плечи, как там бывают у мезоморфов, например, которые там на сценах стоят. А очень все компактненько так и узко. Следующая характеристика такая довольно хорошая, да. Эктоморфы очень выносливые. Они могут пробегать довольно дальние дистанции и не особо уставать. Следующая характеристика это у этого типа очень мало жира и мышц. То есть это означает, что очень сложно набрать что жир, что мышцы. Вообще масса не растет никакая. И последнее это очень быстрый метаболизм. У этого типа очень быстро расщепляется белок, углеводы, на ферменты все. И идет очень быстро все в энергию. То есть эктоморфы такие, знаете, генераторы энергии. У них постоянно кипит жизнь. Ну вот, это были такие основные характеристики общей эктоморфы. Теперь мы разберем плюсы и минусы. Я выявил 4 плюса и 2 минуса. Давайте начнем с плюсов. Одним из лучших плюсов является хорошая выносливость. У эктоморфов не только обычная выносливость, там бег хорошая, да, но также силовая выносливость. Силовая выносливость это когда мышца, например, может работать долгое время. Например, там отжимания, может за подход 100 раз отжаться. Вот примерно такая тема. Второе. У эктоморфов тратится меньше энергии, чем у других типов. Потому что он легкий. И естественно, чем легче тело, тем меньше энергии затрачивается. Там на работу какую-то выполняемую, я не знаю, там на бег, на какие-то перегрузки кирпичей, либо что-то, да. Гораздо меньше энергии будет тратиться, чем огромная машина эндоморф, которая там наклонится, бум, подняла такая, бум. Там тратится гораздо больше энергии, но зато эктоморф вырабатывается она гораздо быстрее, потому что из-за быстрого метаболизма. Третий огромный плюс эктоморфа, это можно есть сколько угодно и что угодно. И опять же, это зависит от быстрого метаболизма. И четвертый, один из самых наикрутейших плюсов, это когда эктоморф набирает мышечную массу, он уже построил свой мышечный корсет, он будет выглядеть гораздо круче, чем мезоморф и эндоморф. Знаете почему? Потому что у эктоморфа очень мало жира, и поэтому он будет выглядеть гораздо эстетичнее. Давайте же теперь перейдем к минусам. Первое и самое, наверное, ужасное, это то, что у эктоморфа очень плохо растут мышцы. Максимально плохо. Прикол в том, что если вы будете даже давиться едой, просто через силу есть еду, каждый день просто тоннами засаживать в себя еду, то через месяц вы наберете незначительное количество массы. И второй минус сразу же тут же идет. Если вы наели какую-то массу, да, у вас там появился 1-2 килограмма, то вы не покушаете там нормально один день, эти 1-2 килограмма улетят. Опять же, это происходит из-за того, что организм эктоморфа, он просто сжирает себя изнутри. Он ест не только ваш жир, но если жир закончился, да, для переработки, то он ест ваши мышцы и использует их в качестве энергии. Как я уже сказал, это огромный энерго-такой обрабатывающий механизм, в котором энергия производится просто с огромной скоростью. Единственный вариант для эктоморфа – это есть всегда и везде. Если вы на работе кушаете, если вы на учебе кушаете, везде ешьте, просто целыми днями. Эктоморф – это вообще такой тип, который не особо пригоден для бодибилдинга, потому что издревле эктоморфы там собирали ягоды, не знаю, траву какую-то, да, а мезоморфы, эндоморфы, они в основном охотились, и поэтому у них огромные вот такие массивные телосложения. Ну и что же, последний, третий минус – это мало силы. У эктоморфов значительно меньше силы, чем у мезоморфов или эндоморфов. Любой эктоморф проиграет мезоморфу, эндоморфу просто вот так, там в жиме штанги, не знаю, в становой тяге, в любом просто силовом виде он проиграет. Ну вот, друзья, я разложил все по полочкам, просто все, каждую детальку. Если вам понравилось это видео, если вы хотите увидеть, возможно, вы хотите увидеть там про мезоморфа, эндоморфа, то давайте наберем 5000 лайков, я уверен, это видео зайдет. И обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, чтобы набрать 5000, я выпущу тогда про мезоморфа. И увидимся в следующем выпуске, ребят. Пока!